Готовы к преодолению любых преград Готовы к преодолению любых преград совместное тактическое учение российских и белорусских десантников под Брестом набирает обороты. Им по плечу любые задачи и преодоление водных преград, и ночное передвижение полей сестоболотистой местности на боевых машинах, и десантирование на незнакомую площадку, и точные меткие выстрелы. Совместное тактическое учение ВДВ России и сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь под Брестом проверяет его участников на выносливость и мастерство по всем параметрам. Когда, по легенде, усиленный батальон из Рязанского гвардейского парашютно-десантного полка ради выполнения общей задачи передали подкомандование гвардии подполковнику Валерию Булыга из гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь. Учение приобрели новый, неожиданный поворот. Дело в том, что командует батальоном российских десантников гвардии подполковник Дмитрий Томин. Когда я учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени В.Ф. Маргилова, Дмитрий Томин был командиром взвода в моем батальоне, с улыбкой говорит белорусский командир. Кстати, в учении участвует достаточное количество выходцев из прославленного десантного училища со стороны белорусских военнослужащих. Встреча, безусловно, радует офицеров, но и добавляет ответственности. Можно не сомневаться, что военнослужащие двух братских стран, которых роднит десантная тельняшка и голубой берет, готовы ко всему. Это они в полной мере продемонстрировали на стартовавшем учении. Сводному десантно-штурмовому батальону поставлена задача на ведение разведывательно-боевых действий в районе, занятом условным противником. Установив, что наиболее оптимальный маршрут для ее выполнения проходит через реку Мухавец, комбат подполковник Валерий Булыга принимает решение на преодоление водной преграды на боевых машинах. Белорусские БТР-80, разведывательные бронеавтомобили Кайман и российские БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка», впервые прибывшие на Брестскую землю, одна за другой плавно уходят с берега в воду. Сложно поверить, пока не увидишь собственными глазами, что почти 14-тонная БМД-4М движется по водной глади так же уверенно, как по пересеченной местности белорусских лесов. Во многом это заслуга мастерства механиков-водителей. От их профессионализма даже на переправе зависит не только сохранность бронеавтомобилей, но и самая ценная жизнь экипажа и тех, кто находится в десантном отсеке. Успешность преодоления водной преграды зависит от того, насколько механик-водитель знает свою машину, насколько хорошо ее подготовил. Есть определенные технические тонкости, которые необходимо помнить и соблюдать, иначе техника может утонуть, рассказывает Красной Звезде старший механик-водитель из Рязанского полка гвардии фрейтор Дмитрий Кабаков. Например, необходимо проверить работу и вовремя включить водометные движители, обеспечивающие движение машины на плаву, выбрать определенную частоту оборотов двигателя, поднять волноотражательный щиток, не дающий в воде закрыть триплексы, поднять воздухозаборную трубу, которая не позволит воде попасть в двигатель. Словом, нюансов предостаточно, но, как отмечает ефрейтор Кабаков, постоянные тренировки в родном полку позволяют быть уверенным в своих силах. То же самое касается и маршей в темное время суток по непростой пересеченной лесисто-болотистой местности, которую совершал на учении сводный батальон. Российские БМД-4М и БТР МДМ «Ракушка» впервые прибыли на Брестскую землю. У таких передвижений есть свои особенности. Например, снижается угол обзора и по-другому чувствуются габариты. Но БМД-4М хорошие машины, оснащенные к тому же прибором ночного видения, поясняет рязанский десантник. На любых учениях, даже если они немного похожи между собой, ты получаешь опыт. Здесь сложная, незнакомая местность, на которой было интересно попробовать свои силы. В ходе мероприятия боевой подготовки белорусские военнослужащие также постоянно тренируют навыки преодоления водных преград, вождение машин в темное время суток, отмечает командир сводного батальона гвардии подполковник Валерий Булыга. По его словам, он остался доволен слаженными действиями белорусов и россиян. У российских десантников и у их белорусских коллег есть опыт, которым они могут поделиться друг с другом. По словам командира Рязанского парашютно-десантного батальона гвардии подполковника Дмитрия Тамина, у его бойцов интерес вызывают действия в лесистоболотистой местности. Соревноваться нам ни в чем. Главным является выработка единого понимания выполнения задачи, слаживания подразделений и армии наших народов, добавляет подполковник Таммин. Издавна наши народы дружны. И даже особой разницы в тактике у нас нет, все нормативы практически идентичны. Преодолев водную преграду, десантники двух братских стран по замыслу учений выдвинулись в район выполнения учебно-боевой задачи. О том, что это за задача, они узнали совсем скоро вблизи объекта условного противника необходимо было десантировать тяжелую технику и личный состав. За действием наблюдал руководитель учения, командующий силами специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко. О результатах десантирования, оценке действий сводного батальона и о выполнении им дальнейших задач читайте в следующем номере Красной Звезды. Брест. Кристина Уколова, Красная Звезда.